Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 3 февраля, Православная Церковь совершает память Святого Исповедника Анастасия Римского. Преподобный Анастасий Монах Константинопольский, ученик преподобного Максима Исповедника Исповедник. Происходил из знатной византийской семьи, получил блестящее образование. До пострига служил секретарем императрицы Евдокии, первой жены императора Ираклия. В 617 году познакомился с преподобным Максимом Исповедником и вскоре стал его духовным сыном. С этого времени, в течение 37 лет, преподобный Анастасий почти не покидал своего учителя, подвязаясь вместе с ним в монастырях Хрисопольском и Святого Георгия в Кизике, современная Бандерма Турция, сопровождал преподобного Максима в вынужденных странствиях по Северной Африке и Италии. Около 653 года был арестован вместе с Максимом Исповедником за борьбу с монофилитством и отправлен в Константинополь. На императорском суде Анастасий отверг клеветнические обвинения преимущественно политического характера, которые возводились на преподобного Максима и был приговорен к ссылке в город Первера на границе Македонии и Фессалии, современная Греция. Его учитель был сослан в город Визиева-Фракия, когда в начале 662 года преподобный Максим вторично был вызван в Константинополь и осужден на соборе, преподобный Анастасий разделил его исповеднический подвиг. Был подвергнут бичеванию, ему отсекли язык и правую руку. Затем сослали в крепость, с которой в Лазике современная Грузия, а потом в крепость в земле Сванов. Преподобный Анастасий скончался по дороге 24 июля 662 года на несколько дней раньше преподобного Максима. Его трудами было составлено житие преподобного Максима-исповедника. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых преподобного Максима-исповедника, мученика Неофита Никейского, мученика Евгения, мучеников Кандида, Валериана и Акилы, преподобного Максима-грека, мученицы Агнии-Девы, священномученика Ильи Березовского-пресвитера. Совершается празднование иконам Божьей Матери Ктиторская от рада утешения Ватопецкая. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Субтитры создавал DimaTorzok